здравствуйте коллеги с вами саков роман компания admiral markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео сегодня пятница заканчивается неделя поговорим о том как проходил сезон отчетов поговорим о тех распродажах которые мы видели на фондовом рынке ну и в целом поговорим о том что сейчас происходит по ключевым инструментом но прежде чем мы начнем напомню что если вам нравится это видео не забудьте поставить лайк ну и ваши вопросы оставляйте также в комментариях в четверг мы видели распродажу по фондовым по фондовому рынку многие индексы уходили в просадку но на открытие американской сессии собственно мы увидели выкуп данных активов и попытки возобновления также роста коррекция началась фактически в начале этой недели в свою очередь играет некоторую неопределенность для участников которая приводит к распродажам рисковых активов то есть акции это неспособность пока принять новый пакет стимулирующих мер который с большей вероятностью будет отложен до исхода выборов опять же итоги которых пока не ясны кстати мы с моими коллегами разобрали возможные исходы в зависимости от победы как одного кандидата так и другого а и эта информация есть в отдельном видео которую можете найти на нашем канале а поэтому кто не смотрел кто не присутствовал на вебинаре рекомендую также это посмотреть а и также вчера вышли данные по новым заявкам на пособие по безработице initial jobless claims и здесь мы тоже видим рост но он и понятен с точки зрения новых вспышек распространения коронавируса как в сша так и соответственно в других странах на это происходит но разберем на примере сша фактически предыдущее значение было восемьсот сорок пять тысяч ожидали небольшое снижение но по факту вышло выше то есть что говорит о новом возобновлении как раз сокращение рабочих мест что не является особенно благоприятным для а текущей мне ситуации а также продолжается сезон отчетов и в этой связи мы можем сказать о том что есть отчитались отчитывали также банковский сектор некоторые банки читались лучше ожиданий ну такие как банки как например волосфарга читались а хуже и это да также вносит определенную волатильность на рынок также на следующей неделе будет уже более серьезный пакет отчетов поэтому большую как раз динамику с точки зрения фондового рынка мы будем ожидать уже на следующей неделе и будем ее также разбирать ну а если мне говорить о текущей ситуации о текущих инструментах по евро доллару пока мы видим продолжение коррекции фактически сейчас мы корректируемся после тех максимум которые мы видели в середине октября собственно пока мы не ушли ниже минимальные значения которые мы видели в сентябре динамика восходящая здесь по крайней мере я для себя рассматриваю как основной с текущих уровней неплохо также будут смотреться и покупки но после того как только произойдет движение уже в сторону повышения поэтому сейчас точки зрения часового таймфрейма мы все еще видим пока нисходящую динамику а вот ее слом как раз даст предпосылки на поиск новых покупок по данному инструменту а по паре британский фунт американский доллар также мы видели на этой неделе коррекцию ну и вообще волатильность по британской валюте была довольно таки высокой поэтому торговлю по данной валютной паре я для себя не рассматривал собственно сейчас мы скорректировались к минимальным значение которое мы видели в начале этой недели и пока общей динамикой здесь я бы назвал с точки зрения часового таймфрейма по крайней мере мы торгуемся в боковике до нижней границы 1.2890 верхняя граница 1.30 с большей вероятностью мы можем ожидать как раз движение возобновление восходящего движения по британской валюте против американского доллара движение в области 1.3029 как краткосрочная цель по данному активу пара американский доллар канадский доллар также корректировалась на этой неделе не дошли до целевого уровня где это коррекция как раз может остановиться то есть текущих уровень с точки зрения нового таймфрейма продажи тоже выглядят неплохо но опять же нужно получить подтверждение на меньшем таймфрейме потому что точки зрения часового таймфрейма пока движение восходящие здесь сохраняется уже несколько сессий подряд ну фактически как с того как началась коррекция на этой неделе пока здесь она и продолжается по паре американский доллар японская и она пока все движется в рамках того сценария который я для себя рассматривал это продолжение снижения в область минимальной значения которую мы видели как раз в сентябре и с точки зрения часового таймфрейма показать тоже ситуация не меняется с точки зрения позиции которые открывал 9 октября здесь я перенес уже стоп лосс за локальный максимум который был 14 октября так как мы увидели новый локальный минимум и сейчас общая динамика здесь также сохраняется нисходящая поэтому здесь пара американский доллар японская и она я продолжаю держать пока ситуация не поменялась и тейк профиль стоит также на прежних уровнях которые я также для себя рассматривал пара австралийский доллар американский доллар также довольно таки неплохо скорректировать то есть как я и говорил что я здесь продолжу искать покупки то есть вот с текущих уровней опять же здесь интересно покупать но нужно дождаться подтверждение вполне верно что скорее всего сегодня точно сделок открывать не буду а посмотрю как уже закроется пятница и как откроется понедельник то есть в этом случае поиск сделок на следующей неделе здесь будет более актуально ну и в принципе то же самое по новозеландцу мы скорректировались до области поддержки собственно текущих уровней также интересно рассмотреть покупки но после завершения как раз вот этой коррекционной волны которую мы видели мне последние два дня по новозеландцу поэтому здесь тоже к покупкам нужно будет по крайней мере я буду для себя на к ним присматриваться золото продолжает планомерно свое восходящее движение да это мы видим на дневном таймфрейме в принципе цели роста здесь остаются довольно таки неплохие особенно на фоне неопределенности с точки зрения выборов и реакции рынка которая может последовать поэтому по золоту покупки также являются интересными но пока не с текущих уровней то есть пока здесь новых заходов уже непосредственно с покупки я пока для себя не вижу поэтому продолжают наблюдать за золотом если будет еще одна волна коррекции то также золото рассмотрю для добавления в свой как раз ну как в одну из сделок я для себя тоже рассмотрю по индексу dax также прошла коррекция также мы видим с точки зрения нового таймфрейма пока сохранение восходящей формации поэтому покупки здесь тоже буду для себя рассматривать но не опять же не с текущих уровень то есть у нас есть предпосылки на завершение коррекции который идет всю эту неделю но нужно дождаться локального подтверждения который я собственно здесь и буду для себя ожидать ну и то что мы говорили в начале S&P 500 вчера в четверг довольно-таки сильно проседал практически весь всю торговую сессию но продолжилась тенденция и среды но сначала американской сессии начали активно откупать и фактически закрылись примерно по тем же ценам что открыть что также может говорить о переходе вновь инициативы от продавцов к покупателям поэтому здесь краткосрочно также ожидаю дня возобновления роста ну и с целями движения на 3 500 и 3 600 с последующим обновлением исторических максимумов по S&P 500 вполне мы можем рассмотреть то есть также я для себя буду рассматривать возможности купить S&P 500 зайти по тренду но пока данного сигнала здесь не произошло поэтому пока здесь только наблюдаю а нефть марки Brent также делала попытки восстановления то сейчас мы тоже больше торгуемся в таком боковике который у нас обозначен границами 43.22 верхняя 41.32 это пусть единая нефть марки Brent поэтому здесь если рассматривать уж покупки то я вблизи нижней границы где-то в области 41.32 пока динамика с точки зрения октября у нас здесь сохраняется восходящая ну как я в принципе и сказал в начале и как звучит название нашего сегодняшнего видео турбулентность на рынке сохраняется мы все ближе и ближе подходим к дню выборов и напомню что это будет 3 ноября когда мы узнаем кто станет президентом и будем надеяться что мы об этим результатах узнаем сразу а не в декабре ну и собственно дальше уже после выборов мы можем ожидать продолжение как раз такой предновогодний ралли который может последовать и собственно рост фондового рынка здесь тоже может произойти но к этому тоже нужно быть готовыми поэтому на сегодня это все всем желаю хорошего завершения торговой недели увидимся с вами в понедельник обсудим как закрылась пятница и что будем ожидать на следующей неделе не забудьте поставить лайк ну а ваши вопросы оставляйте в комментариях всем спасибо за внимание и до свидания